все подключилась привет ребят я надеюсь сегодня будет интернет получше потому что мне там ребенок немножко подделал не знаю насколько уж это поможет но посмотрим вот ребят особо тем я не увидела что были какие-то темы какие-то вопросы такие чтобы можно было прям целое эфирное создать да но мы сегодня поговорим в очередной раз о лжи это такая наверное уже одна из из самых частых тем здравствуй рафаэль виктор привет и мы как раз поговорим о вот а иллюзии а лжи как мы любим эту ложь и у меня была консультация недавно с мужчиной он то ли профессор то ли доктор доль доктор диссертацию не вот он писал то есть такое достаточно умный осознанный мужчина то есть ему нет у него нет надобности задавать мне те вопросы какие-то поверхностные то есть он уже достаточно достаточно сильно вышел на определенный уровень осознания и мы с ним конечно же говорили и о сухих днях в том числе и он год вот я уже много много времени живу вот в таком-то в таком-то процессе то есть столько-то на сухих днях и столько-то вот на ем и то говорит когда ем на второй день уже понимаю что нет желания есть потому что уже не тот возраст чтобы баловаться с едой она уже не настолько интересна не настолько актуальна но говорит все время какой-то страх и вот этот страх страх чего страх страх же всегда базируется на том что что мы можем потерять я его спрашиваю а что ты боишься что ты боишься потерять он говорит ну я сейчас ну у меня так что но заработок там какой-то вроде бы который меня кормит дом машина вроде бы боюсь потерять а с другой стороны как бы 0 но в смысле боюсь потерять нет человека 3 который меня еще по все мы понимаем да что ему немножечко уже такие отлетевшие и не все готовы вообще слушать и слышать то что мы говорим потому что это для их восприятие очень обидно я говорю а что ты боишься потерять но этого же ничего не существует это все иллюзия это все миф то есть что такое у тебя есть дом это твоя иллюзия что у тебя есть дом может быть наводнение может быть пожар может быть все что угодно и у тебя не будет этого дома то же самое с машиной машин с машиной вообще может случиться все что угодно вплоть до того что и например могут угнать и у тебя не будет никакой машины что такое друзья это самая большая иллюзия которая есть потому что когда кого-то другом ты его уже заблаговременно чаще всего давайте я не буду про всех заблаговременно ты уже на него навешиваешь какой-то климат то есть он должен тебя выслушивать он должен обладать какими-то вот такими качествами которые там чтобы друг другу тина на помощь чтобы друг друга выслушать чтобы еще что-то было и ты все равно навешивать либо ярлыки но когда мы говорим а зачем тогда рядом друзья вроде как если этого не будет но ведь самое самое восхитительное когда рядом с тобой есть человек который знает что что бы он ни делал может даже с тобой не общаться а ты все равно будешь рядом будешь рядом вот ты можешь быть на другом континенте но он через какое-то время может тебе набрать позвонить и ты будешь понимать что у тебя вот эта тоненькая связь с ним есть потому что он это ты и вот это наверное самое близкое самое родное но это невозможно потерять потому что это ты есть а когда ты боишься кого-то потерять это говорит о том что ты боишься потерять то что ты навешал на кого-то и знаете очень часто я задаю с таким вопросом то есть я что-то исследую что-то смотрю какие-то научные статьи общаюсь с какими-то людьми очень часто все начинаю собирать в какую-то картину и все время не хватает какого-то пазла и когда ты убираешь любые доводы у тебя этот пазл рождается внутри тебя и я тут задумалась а что значит пазл рождается внутри меня что значит я не могу до чего-то что-то собрать в какую-то картину и знаете есть такое мы как раз с ребятами когда обсуждали антарктиду в закрытом клубе есть ли она что за ней что там такое и как раз я им проговорила смотрите вы например решайте какой-то какой-то пример и вот уже куча куча решений у вас на листочке и вы не можете начнете с чистого листа и здесь я тоже думаю если начать с чистого листа а есть ли прошлое а есть ли история или ты действительно живешь в параллелях и очень часто я то есть например можно же спокойно посмотреть да что что нам говорят историки это может быть все что угодно и например вот когда ты начинаешь уходить в историю в какую-то и думаешь ну вот были там первобытные люди пусть там мы появились откуда-то там миллион в разных версий да и вот одна из версий там что ты там ну в любом случае ты начал как-то развиваться и представляете вот обезьяноподобные люди которые ходили пусть уже пусть уже даже ходили в шкурах и тут вдруг один как одна какая-то обезьян такая говорит о в шкуре а давай-ка ткань потоньше сделаем вот захотелось ткань потоньше с чего-то ему вдруг захотелось откуда-то он это для себя взял ладно давайте вот в ткань нарядимся и ткани с чего может быть там конопля лен крапива там еще какие-то еще какие-то сеяния да ну возьмем например лен потому что он там ну самый распространенный его там проще всего его всегда было в достатке так скажем вот и нужно всего-то нашелушить семян килограмм пятьсот семьсот да после этого подготовить найти 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 поле подготовить поле к посеву очистить его скопать убрать от говна и палок потом засеять вот эти вот семена ну обезьяны то ведь точно знают как сеять семена да они точно засеят эти семена потом они дождутся когда они будут уже готовы у обезьян есть скорее всего они точно знают как это делать вот затем они дождаться пока созреют срезать тлен засушить сплести вытянуть нити выпарить отбелить снова 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 вытянуть и получить пряжу да все и все это потом можно ткать на ткацком станке пусть даже самом каком-то элементарном вот это если очень кратко просто я когда разбиралась вообще как ткань делать там пипец ребят там очень много вот этих вот всех всех шагов чтобы сделать действительно ткань вот и обезьяны сделали ткань ну без ножниц и без иголок например сложно это будет да что-то сшить но как нам говорят наши историки это сшивалось рыбьими нитями вы пробовали рыбьими иголками вы пробовали когда-нибудь костями костью рыбной что-то вообще сшить ладно но и здесь люди поверили то есть никто же не залезает в глубину а как это было то есть детализировано если посмотреть в историю детализировано у нас нет детализированной истории у нас есть предположения всегда вот это вот как бы общая картина и все такие да вот потом они перешли на на легкую одежду как перешли хрен его знает ну перешли вот они сшивали вместо игол были рыбные кости ну как бы похоже похоже и все успокоились кто-нибудь пробовал вообще это сделать или например то есть это какая-то как какой-то как миф непонятный откуда он взялся то есть понятно что в восемнадцатом веке когда мне там уже рассказывают что вот были там там дедушка кто-то там сделал сам вот этот ткацкий станок там еще что-то понятно он сделал но а до него то как это дошло то есть здесь столько вот этих вот не я объясню к чему я все это веду вы потом поймете вот и получается что вот этого детализации ее нет хотя мы можем например взять на определенных островах до сих пор есть дикие племена которые которые до сих пор есть дикими и они даже не собираются развиваться нонсенс почему почему одна группка развивается а другая нет это действительно так и вообще человек не может создать то о чем не знает то есть пока в его голове какую-то пленочку не создадут что может быть он это не сделает пока его не направит что-то то есть придумать несуществующего невозможно конечно мне сейчас будут многие писать что ну как это ну вот этот вот придумал вот этот но если вы посмотрите он придумал всегда придумывается на базе чего-то всегда на базе чего-то придумывается потому что если мы углуб будем углубляться в историю любую историю возьмите те же корабли да когда нам говорили что и даже и даже находили затонувшие корабли деревянные но чтобы деревянный корабль сделать опять же ребят что для этого нужно для этого нужно доски их нужно как-то разделывать там что были лесопилки какие-то ну тоже могут много там вот такое-то орудие было там еще что-то но до сих пор как сколько бы ни говорили что вот этим орудием было сделано то-то вот этим инструментом было сделано вот это-то все равно у историков не складывается никак пазлы как можно было сделать тот или то-то например пирамиды пирамиды всеми нами известны которые исследуют уже многие-многие годы и никто не может детализированно сделать то есть есть много версий но это же не просто так на пирамиды то есть пирамиды большие их не скрыть и на основе этих пирамид как бы туда акцент сделали как бы ну давайте вот это вот будем а вот как появилась одежда как по что-то какие-то моменты которые вроде бы кажутся ну самыми простыми никто же не задумывается в том числе и как появился язык да все это когда я туда углублялась когда я начинала смотреть как многие говорят там вот в нашем языке скрыто вот это вот это вот это я думаю блин ну хорошо а если мы пойдем вот не с этого конца а с того конца как он вообще изначально появлялся и ребят нет этой информации ее просто нет можете то есть по большому счету люди не могли изменить язык мы знаем что язык наших предков отличается от языка до такой степени что его почти невозможно узнать то есть например уста превратились в губы но это же не рядом стоящие слова да отче в глаза а чела в голову седниться в неделю вот и так далее то есть много чего и мне некоторые будут конечно же писать что это все основано не на слове а на смысле слова но смысл слова то есть к чему я это все говорю я это говорю опять же к тому что что человеку в голову даже не может прийти поменять слова человеку чтобы а давайте мы создадим свой язык да и даже даже дети когда рождаются они же не изучают язык они вспоминают язык они генетически вспоминают язык я конечно же не претендую на истину я просто вам высказываю то что сейчас сейчас во мне всплывает и есть одна из моих версий что на определенном этапе не язык поменяли а перепрограммировали определенный слой населения и это действительно имеет место быть точно так же как я могу вам сказать свое мнение что я думаю что люди не могли создать цивилизацию здесь тоже множество причин множество причин одна из причин это производство металла чтобы создать цивилизацию цивилизация не может существовать без металла без металлических конструкций без металлических соединений без металлических различных структур и субстанций но как наши предки могли выплавлять что-либо из металла ну во первых мне кажется это мое личное мнение мне кажется невозможно догадаться что нечто твердое можно произвести из земли это первый момент во вторых нужно знать как выглядит железная руда и где она находится чтобы ее вообще добыть и в третьих наковырять палками представляете вот эти вот посмотрите вот эти вот огромные огромные производства с огромными там машинами они очень отличаются где вот эти вот идут производства добычи каких-либо пород представляете вот вот в таком вот каньоне люди добывают ковыряют палками добывая железную руду добываем металл чтобы извлечь металл попробуйте это сделать без представления современных знаний и главное чтобы расправить металл чтобы расплавить металл там же уже нужно нужна емкость металлическая для расплавления металла то есть масло масляное да откуда вот мы это знаем Откуда это знает человечество? Также можно посмотреть на центры знаменитых городов. То есть вообще города, то, что люди строили города. Люди могут достроить что-то, а построить что-то, потому что все, ни для кого не секрет, что все города, они между собой соединены под землей, и там есть та же самая канализация. Мне могут сказать тоже на мои слова какие-то, что можно сначала построить город, потом это что-то достроить, там еще что-то. Я еще раз говорю, я не претендую на правду, я просто говорю вам задуматься, почему я это говорю. Не для того, чтобы что-то там пожурить историков, ни в коем случае. Я говорю это о том, что действительно ли мы здесь, на этой земле, как мы здесь появились. А возможно, такую версию для нас в наше голово, что может быть нас сюда, на землю поместили с определенной программой, которую в определенные моменты перепрограммируют. И еще, почему программы? Например, вот смотрите. Вот смотрите. Например, люди, которые религиозные. Я ни в коем случае не хочу никого убедить. Религий у нас есть несколько, они имеют место быть, и есть люди, которые придерживаются каких-то религий. Я с уважением к ним отношусь. Это их выбор, только их выбор. Но я не видела ни с одной религии первоначальную книгу. Всегда книги переписанные. То есть нет того, кто бы мне сказал, а вот это вот первоисточник. Все время где-то переписывались книги. И я так думаю, что людьми религии не создавались. Нам говорят, что какие-то цветы принесли в мир передовые идеи, овладевшие умами миллионы людей. Но попробуйте придумать идею, у которой появились хотя бы тысячи последователей. Миллион, ну тысячи последователей, пусть даже так. Они, чтобы она не надоела им через какое-то время. Да? Вот. И это касается много чего. Это и государственных программ, и пропаганд каких-то. Пропаганд каких-то. Ну, много всего. Но получается, что... Я просто выбираю слова, потому что, чтобы не попасть в бан у ютуба. Вот. Поэтому я так потихонечку пытаюсь. Поэтому я говорю, что здесь я могу мало чего рассказать, ребят. В клубе, конечно же, мы это обсудим. В клубе, на марафонах, на ретритах. Ну, вот, например, возьмём какие-нибудь секты. Чем они отличаются от мировых религий? Любые секты. По большому счёту, ничем. У них тоже есть великолепные идеи, да? У них есть великолепные какие-то лидеры, которые просто зажигают. Но управляющие программы, прописанные в нашем сознании, причём программы текстовые, цифровые, они действуют лишь на тех, кто способен критически мыслить. Они действуют лишь на тех, кто способен критически мыслить, да? И дать самостоятельные выводы. Выводы тому, что происходит вокруг. И секты, какие бы они действительно великолепные ни были, они рано или поздно разрушаются, потому что они созданы людьми. А религии, не думаю, что созданы людьми. Именно поэтому они так долго присутствуют в наших умах, в наших сердцах. И когда мы говорим о том, что я боюсь того-то или того-то, я боюсь потерять. Я боюсь изменить образ жизни. Я боюсь изменить образ питания. Я боюсь что-то ещё сделать. Вот это вот всё предисловие было к тому, что а чего быть, а что у вас действительно есть? А вы боитесь, это ваш страх? Ведь по большому счёту в этом мире у вас всё, что у вас есть, это ваше физическое тело. Но это не просто ваше физическое тело. Ваше физическое тело, оно, это ваша карта. И если вы возьмёте карту мира, не глобусную карту, ребят, да, а именно ту карту, почему я говорю, что не глобусную карту, потому что если вы возьмёте даже, например, рейсы самолётов, то вы по карте можете посмотреть, думать, блин, а что ж такое-то, почему так, что самолёту можно лететь так, а он вот так вот летит. И практически каждый. Действительно ли это та карта? Действительно ли это тот маршрут, только по которому может лететь самолёт? Но почему я ещё проговорю про карту? Потому что карта этой Земли и карта нашего тела, они совпадают. И когда мы познаём своё тело, когда мы начинаем уходить в боюсь или не боюсь, чего я боюсь, какие есть страхи, почему этот страх у меня всплыл, что за программа моего страха, я действительно её не готов преодолеть, я действительно её готов взращивать в своём физическом теле, или я готов пойти дальше, узнавая свою физику, не акцентируясь на страхе, наверное, бы так сказала, да? Потому что страх его не нужно убирать, его нет, это всего лишь одна из программ, которая прорабатывается, и она не сложно прорабатывается, и у нас есть эти рубильники, которые отключаются, то есть у нас же не созданы были люди, то есть вот эти вот богатые, эти бедные, эти красивые, эти некрасивые. Вы посмотрите, есть люди, все плюс-минус в одинаковом физическом теле, но одни имеют что-то, а другие не имеют. Вы думаете, они не имеют, потому что они менее талантливы или глупы, или у них какой-то IQ не такой, причём про IQ тоже, знаете, у меня немножко свои понятия, то есть IQ может проверить хоть кто, но бывает ли человек, у которого IQ достаточно, ну, например, вот такой вот, а у другого вот такой вот, грубо говоря, и вот этот, он намного больше создаст определённых вещей, чем вот этот, только лишь потому, что вот эти вот озарения, просветления, какие-то вот эти вот моменты, которые, о, я вот это вот увидел, о, я вот это, IQ этим отследить невозможно, IQ отслеживается только вот постоянство, то есть вот он вот учит, он знает, он ещё что-то, вот, но у него не гибкий, у человека, у которого IQ, у него может быть намного, намного меньше гибкость мышления, чем вот у этого человека, а этот, может быть, ничего не знает, не знает, потом такой, о, вот это можно взять, вот это, если с ним будет определённый человек, который проработает детали, то вот этот человек может добиться намного большего, ну, это мы с вами отступили, да, про вот эти вот наши IQ, это говорит о чём, это говорит о том, что каждый человек, познав своё тело, то есть нет такого, что вот этот только родился, и он может быть богатым, а этот не может быть богатым, если вы начнёте узнавать, чувствовать и своё тело, то вы можете любое, всё, что связано с вашим телом, в этом материальном мире, всё связано с вашим телом, вы можете, вы можете брать то, что есть в этом материальном мире, потому что это создано и для вас, и только ваша кодовая программа решает, готовы вы это взять или не готовы, это только в вас. И вот этот вот рубильничек, как раз я с вами обо всём об этом и говорю, почему я делаю какие-то вот эти вот марафоны, чтобы не углубляться совсем уж, ах, давайте и по-тяжёлому пошли, да, чтобы вообще ничего не поняли. Именно понемножку, потихоньку я вместе с вами доходим до истины, где что лежит в наших органах, чтобы это вскрыть, чтобы убрать определённые программы, кодовые программы, потому что мы все прекрасно знаем, что даже не 10% это те, которые игроки, или те, которые наверху, а мы все как обслуживающий персонал. Наверное, я бы сказала, что это в лучшем случае процентов 7 на сегодняшний день. И как только мы убираем одну кодовую программу, вторую кодовую программу, когда мы понимаем, когда мы выходим вот из этой пелены, которая нас окружает, мы начинаем видеть этот мир, как он есть, без прикрас. И когда мы его начинаем видеть, то нас уже вот какими-то уловками, социальным прессингом, нас уже очень сложно будет подловить куда-то. И тогда мы можем выйти за пределы нашей кода, как бы очиститься. и за за этот купол, который который над нами. Не могу я всего, ребят, сказать в эфире. Простите. Вот. Хочется с вами долго еще общаться. Потому что у нас есть определенные места, через которые мы можем выйти в другие плотности, в другие цивилизации. назовите это как хотите. В этом же физическом теле. Не скидывая его. Но здесь нам с вами нужно все-таки поработать и узнать больше именно о нашей физике. Что значит наша физика? Почему мы боимся? Почему наша физика дает сигнал СОС в голову и голова нам говорит ой, вот это вот тяжело, ой, вот это вот страшно, а здесь ты потеряешь, а здесь ты вот это вот сделаешь, а здесь ты еще что-то. И тогда мы раз и обратно как в скорлупочку забиваемся. Думаю, туда не пойду, это не буду. Здесь, если я это сделаю, я могу умереть. Здесь, если я это сделаю, я могу вот это. Здесь, если я сделаю, ты могу вот это. Но когда ты начинаешь смотреть с другой точки видения, с другой точки соприкосновения, ты думаешь, а при чем здесь смерть и вот этот страх? Я что-то не понял. Он вообще здесь несовместим. Почему я подумал про смерть здесь? Почему меня зацепили самым таким крюком большим? Здесь же его нет, здесь же он не прослеживается, это же не опасно. И ты начинаешь вращаться как бы вокруг своей оси, уже понимая, где твоя ось вокруг своей оси. И тогда ты видишь те процессы, которые с тобой происходят, которые тебе еще нужно подтянуть. Не знаю, ребят, насколько это понятно. Так, ох, сколько вопросов. Так, сейчас, секунду. Видео сохранится, да. Наложена маска. Маска не наложена, это световой фильтр. Маска не наложена, то есть ее нет. Так, у меня был страх, что я потеряю свои игры, интерес к ним. Сейчас почти не играю, но еду полностью не убрал. Любой страх, не важно. Ребята, вообще не важно, какой страх. Когда вы поймете, что страхов не существует, вам будет без разницы, вот такой вот он или вот такой вот. Вы понимаете, что это просто не существует. То есть, смотрите, кто, например, не курит, ему без разницы, что ему предложат, сигарету или пачку сигарет, или блок сигарет. Говорит, я не курю, мне какая разница, одна сигарета или блок. Понимаете? И когда вы понимаете, что такое страхи, какие-то крючки, то для вас будет без разницы, чего это страх. Страх это, я не знаю, что у тебя шнурок развяжется в самом людном месте или что ты умрешь. Ты понимаешь, что это не страх, это определенный какой-то твой барьер, это определенный числовой код, который в тебе не заложен, чтобы туда перейти. А если ты туда переходишь, то все, то ты уже действуешь на основании своего генетического кода. Ты уже уходишь из своей распашонки, вылезаешь. Классная тема. Придумать несуществующее, нереально. Обижаю тебя. Айфон не Джобс придумал. Ты такие темы затрагиваешь, что нереально без затрагивания религии и политики говорить. К сожалению, но я стараюсь этого не делать, то есть я очень аккуратненько. Да, но чтобы создать металл, то нужны изначально металлические детали. Интересная тема. Нам бы эту информацию сверху загрузили. Я полагаю, что да, что много информации нам дали, то есть нас подготовили определенным этапом приготовили жилплощадь. Ну, то есть смотрите, когда, например, снимаешь квартиру, грубо говоря, ты снимаешь стены, а потом ты начинаешь в эти стены что-то покупать. Что-то покупать, диван, там еще то, что ты знаешь. А, например, есть такие вещи, которых ты не знаешь. И вот тебе, например, кто-то показал, там, а у меня есть вот такая-то полочка на стену. Ты такой, ах, красиво, но на стену я не хочу, а я бы такую же полочку, но на потолок там привязала бы ее там при это. То есть как бы тебе уже эту полочку не показали, которая потолочная, но ты на основе того, что у тебя была первоначальная картинка, ты на основе ее раз и создала себе другой процесс. Понимаете как? И здесь возможно один из вариантов, что у нас просто на новую же площадь сюда с определенными знаниями тынц сюда и мы уже начали вот эти знания преобразовывать во что-то. Но у нас есть ограничитель, ограничитель, тумблер, который на определенных моментах его перепрограммирует. Вот посмотрите, если вы мне сложно взять историю, потому что там все переписано. Ребят, ну настолько все переписано, что самое элементарное, да, вот чему сейчас учат наших детишек в школе, я не ухожу, что это хорошо или плохо. Ни в коем случае. Но это другое, то, что учили, например, с той около ста лет назад. То есть я училась, что у нас в школах были круглые глобусы, да, к примеру. А знакомая у меня вот общались совсем недавно, она в здравом уме, в хорошей памяти, ей 104 года, она не из России, вот, и она говорит, а нам в школе говорили, что земля плоская. Это, да, одна из самых излюбленных мест. А ее маме, и папе, и бабушке, там, и прабабушке, она же не знает, что говорили. Какая она? Может, в виде чаши, может быть, еще какая-то, а может быть, какой-то несколько сот лет назад просто люди помнили, как они сюда пришли. То есть спросите своих детишек, дети же знают, например, они вспоминают свои прошлые жизни, а они прошлые жизни вспоминают или параллельные озвучивают. И почему вы думаете, что это, которую мы в жизни живем, это основная жизнь? Почему вы не думаете, что мы сюда приходим, как, знаете, как в шпаргалку заглянуть? Такие, о, в шпаргалочку заглянуть. Или наоборот, что мы сюда раз и засыпаем, то есть расслабляемся, дуреем здесь, а потом раз и в другую свою реальность выходим, где есть знания. Откуда у некоторых людей знания? Я иногда бывает думаю, откуда я знаю вот то, что мне потом говорят, а ты вот это читала, а ты вот это смотрела, а ты вот это, откуда ты это знаешь? Откуда я это знаю? Откуда у меня те знания? Может быть, из другой плотности? Я же себя вижу в другой плотности. Я просто не могу это рассказать и перенести на этот язык. Но ведь многие вещи, которые вижу, ну просто они, если их накладывать на вот этот план, план осознания, вот этот, то он кажется бредовый, то есть, ну как бы, ну вот так вот. А когда начинаешь что-то ковыряться, думаешь, ой, здесь совпало, и здесь совпало. Откуда эти знания, если я о них не читала? То есть здесь, знаете, сколько, сколько может быть вариантов, и для меня, я, для меня, наверное, не интересно отметать, что этого не может быть. В моем мире может быть все. И вот это вот все, что может быть, мне удобнее собрать это воедино, чтобы посмотреть, что получилось. А если это так, то что? Хорошо. А если это так, то что? А если вот это так, то что? И почему я все время вас возвращаю в тело? Потому что только через тело ты можешь понять, что с тобой происходит. Потому что мало же кто говорит, что 70% женщин испытывали состояние самадхи. Оно происходит в одном моменте, когда женщина рожает ребенка. почему женщина забывает такие боли и идет на следующего ребенка? Почему родив, вот, мгновение назад, она уже лежит, обнимается, и для нее весь мир это просто божество после вот этих болей. А ей кто-нибудь это говорил, а она этого откуда-нибудь узнала? Нет, ее тело это знает. А что еще ее тело знает? Почему она дальше не сняла? Боль, она не сняла. Через такую боль тело сняло блоки, не голова, тело сняло блоки. Какую нужно еще боль пройти, чтобы тело сняло следующие блоки? Чтобы она вспомнила что-либо. Так, вот это тебя понесло. Так, самолеты летят не напрямую, а постоянно через острова и материки. Просто у кого-то меньше страха. Нет, тут не в меньше или в больше, а дело в том, что вы можете любой страх рассказать, и я могу с разных сторон вам показать, что его не существует. Это определенный ваш стопак, через который вам комфортно жить. Вот так вот. Если вы уберете этот стопак, уберете этот страх, то что дальше? Вам уже тогда надо это делать, нифига себе, а вы это не умеете, а вы это не хотите, это неудобно. И много всего вылезает, поэтому лучше страх не отпускать, потому что даже мне люди, когда говорят, а я вот хочу столько-то, например, быть в лечебном голодании вот столько-то дней, давайте так это назовем, но мне страшно. А когда с ним начинаешь это проговаривать, и вот эти страхи, они просто как осколки разбиваются, он говорит, и что я тогда просто могу это делать? И для него, он говорит, а я не знаю, как делать. И он пытается его собрать, он пытается склеить свой страх, но его уже не склеить. И он уже понимает, почему у меня ребята выходят на состояние, где им неинтересно становится есть, ну просто неинтересно, потому что они не могут свой страх обратно склеить. Они могут с ним ходить, с этим склеенным, с этой склеенной кружкой, да, вот, и постоянно они будут резать себе губы этой склеенной кружкой, они постоянно будут понимать, что нестрах их выводит на еду, и опять нестрах, и снова нестрах, и они начинают себе придумывать, есть хотел, потом такой, да не хотел, страх был, да как бы не было страха. И все, это расстояние оттягивается, 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 пока они эту кружку уже не оставляют разбитую в помойке, говорят, ну блин, ну да, мне нужно просто найти себе, найти себе то, как я могу жить без этого. Это другое, это новая жизнь, понимаете, это новая жизнь, в которой нет даже возможности зацепиться за страх. И тогда ты начинаешь жить по-другому, жить другой жизни, которой тебя никогда не учили. Ты 30, 40, 50 лет жил одной жизни, а тебе тут друг раз и говорят, а можно жить по-другому. Тебе твое тело, потом твой ум говорит, а можно жить по-другому. И ты такой, блин, ну что, все по-новой, что ли, вроде бы и хочется и колется, страшно интересно, да? Все, все равно люди туда идут, а куда? Обратного пути-то уже нет, ну сколько они с этой кружкой походят? Ну полгода. И все, и все равно ребята идут и говорят, Свет, ну вот уже вот это неинтересно, уже это невкусно, уже это не хочется, уже это не это. И все, идут, 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 и понимают, что потом мне звонят и говорят, Свет, представляешь, сегодня уже там столько-то месяцев, как такое возможно? Возможно, ребята. Мне обязательно нужно к тебе. Здорово. Так, дало из-под купола, точно, понятно, спасибо большое. Очень классно, приятно слушать. Ты сколько плотно сейчас живешь? Четыре, иногда бывает семь, но я пока не доросла до этого, правда говорю, а в постоянных четырех. Четыре, там четыре, пять, шесть уже со скрипом, несколько раз было в семи, знаю, что многие в семи, как бы им вообще комфортно, но я пока вот такая вот, четырех. Светлана связана с нашим вниманием, конечно. Распить мокрушку. Можешь говорить о легории. Ну, я уже сказала все. Вот, ребятки, такая тема мне сегодня пришла, поэтому все, что вы знаете, это все не то. все, что вы не знаете, то вы можете познать, но есть, когда вы не знаете, чего вы не знаете, и это есть вы. Когда говорят, кто я, люди начинают собирать себя из каких-то осколков, пытаясь, пытаясь себя как-то облачить в какую-то форму, это не вы. Когда вы пытаетесь себя облачить в какую-то форму, это те образы, которые вы знаете, которые дал социум, которые дала программа, которые дала матрица, которые дала эта плотность, еще что-то. То есть вы через них собрались, это все не вы. Когда вы знаете, чего вы не знаете, вы на пути, это все не вы. Продолжение следует... Продолжение следует...